Жителей поселка Суайоки Суаярского района не оставят без детского сада. К такому выводу пришли члены правительства во главе с Артуром Парфенчиковым во время выездного совещания в районе. Напомню, местная жительница Анна Власова написала на официальную страницу главы Карелии с просьбой вернуть в поселок детский сад. Сегодня Артур Парфенчиков встретился с Анной и ее мужем, а также с жителями Суайоки. Учебный год начался для жителей поселка Суайоки с новости о закрытии детского сада. Такое решение приняла местная администрация. Работников, а это 10 человек, сократили. Родителям малышей предложили возить детей в детский сад в Суайярве почти за 30 километров. У нас как бы все был повар, завхоз, сторожа, дворники, все как полагается. Андрей Власов, муж Анны, которая обратилась к главе Карелии, объясняет. Возить детей в детский сад в Суайярве он боится из-за плохого состояния дороги. Андрей и Анна воспитывают двоих сыновей, 5 лет и годовалого малыша. Вот она сейчас такая, а будет еще хуже. А если побольше снега выпадет, то будет еще хуже. Потому что он не столкнет это все в обочине, он ее не расширит. Ужас, короче. Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня приехал в поселок и вместе с жителями осмотрел здание школы, в которой располагался детский сад. Помещение официально признано аварийным. В некоторых кабинетах порогнившую кровлю подпирают деревянными столбами. Электропроводка нуждается в замене. Здание не отвечает требованиям пожарной безопасности и требует многомиллионного капитального ремонта. Глава Карелии осмотрел еще одно аварийное здание, в котором также располагался детский сад, но был закрыт более пяти лет назад. Сейчас туда могли бы ходить пятеро детей. Для них Артур Парфенчиков предложил организовать семейный детский сад, в котором малыши будут находиться весь день. У нас есть опыт в Прионерском районе, где такая группа работает весь рабочий. Давайте здесь такое сделаем. Ведем хорошую квартиру. Это предложение глава Карелии озвучил местным жителям. Предложение поддержали. Мы найдем помещение, если нужно, мы выкупим его, значит, отремонтируем. И, значит, оно будет не хуже, чем детский сад, однозначно. Местные жители предложили сразу несколько вариантов квартир, в которых можно организовать детский сад. Одно из потенциальных помещений Артур Парфенчиков осмотрел сразу после разговора с жителями. На работу согласилась вернуться и прежняя воспитатель. Помогать ей будет в качестве младшего воспитателя сама Анна Власова. Очень-очень рад, что как бы все, как эта встреча прошла. Что пришли к какому-то компромиссу, что так не уехали и ничего не решили. Устроило всех, я думаю, что устроило всех. Что не осталось все так вот брошенным. Что касается дороги между поселком Суайоки и Суаярви, по которой ранее предлагали возить детей, то ее обещают полностью отремонтировать до 31 августа. Работы на самых сложных участках уже выполнены.